Профитеральные сонаты вовно относятся к числу лучших изящных композиторов и глубоко, ярко и односторонне отражают их творческие путь. В программе будет звучать сонаты, созданные в разные элементы творчества. И обратите внимание, насколько меняется творческий подход у композитора, как изменяются итоговые и финальные части его соната от энергических, энергичных, ярко-темперальных, порой даже луканических, до сосредоточенных, тихих, погруженных в себя последних частей поздних произведений. Будучи непревзойденным мастером тематической разработки, Петхуна нередко продолжала развивать свои музыкальные темы в разных и порой и в далеких по времени создания сочинений, возвращаясь к полнующим его сознанием и местам предвидения. Так, пейзажные иреческие темы 15-й сонаты вновь прорастут в звучании первой части 30-й. С озвученными и словно ведущими собственный диалог оказываются медленные части 15-й и 23-й сонаты. В лечитативе 17-й эти слова автора вновь возникают в Оргоза 32-й. И такие парамели вовсе не случайны, ведь цельность и внутренняя сила личности Петхуна объединил все его произведения в художественную целостность и высшего поляра, постижение которой так же распределивно, как поиск истины. 15-я соната, которая продолжит программу концерта, была написана в 1801 году и посвящена венскому писателю-секретарю Ильинской академии изящных искусств в языке фон «Зону Вельска». Для реальным поводом посвящения послужили симпатии фону на срокосвидетельской гуманной деятельности. Соната «Опус-28» была названа композитором «Большой сонатой», но позднее получила на винование постарание. Роман Ролан характеризует это сочинение как наименее страстную из всех сонат счастливую, завитую солнцем. Действительно, в музыке сочинения слышатся послужить по крепкой и народной интонацией волонтов, образы, журчащих ручьев и трепетного шевеста природы. Петхуна мастерски разрабатывает подворные интонации и ритмы, обогащая их своей неповторимой творческой фантазией. Любопытно, что сам Петховен по воспоминаниям Карла Черни очень ценил вторую часть этой сонаты «Опус-28» и охотно играл его в поздние годы, когда отродил коммуненное изъединение своей новости. Людвиг Иван Петховен, сонатом «Опус-15» тревожил «Опус-28» «Пасторальная» в четырех частях «Олегра», «Опус-28» 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 «Опус-30» «Опус-28»» «Опус-28» Спасибо. 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 Спасибо.